Приветствую на своем канале Сад в Цветах. Меня зовут Наталья. Сегодня у меня очередная распаковка посылки и это от Садов России. Вот такое разнообразие красочных пакетиков сейчас перед вами. Сразу хочу сказать, что заказ не только мой. Здесь часть семян моих, а часть просила меня заказать моя соседка, тоже любительница. Очень огорода и очень хорошая цветочница. И сейчас я вам быстренько покажу, что же я заказала в этих красивых пакетиках. Вот такая небольшая стопочка, это мои. Что заказала? Очень люблю герань, особенно плющелистную. В прошлом сезоне себя купила от биотехники, вырастила. Очень понравились эти замечательные порхающие бабочки сниспадающие. Вот в садах России была только смесь. Летний дождь. Семена тоже не из дешевых. Со скидкой у меня вышел один пакетик 140 с небольшим рублей. Такие красотки. Также решила на следующий сезон посадить календулу и выбрала вот такой розовый сюрприз. Она такая махровая, великолепная игра изумительных абрикосовых, оранжевых и желтых оттенков. Она как бы невысокорослая, сантиметров 40 высотой. Посажу ее перед домом. Также вот такой махровый флокс лилово-голубой. На греческом флокс значит пламя. Я выбрала вот такой махровый флокс. В прошлом сезоне я сажала, по-моему, от поиска. Флоксон у меня не взошел. Вот решила еще в садах России. Выбрала космос. Мандарин название, но это космея. Ассоциируется с легким дыханием утренней зари и золотыми проблесками солнца. Она тоже низкорослая, по-моему, 25-30 сантиметров. Ну, такая махровая. Понравилась она мне тем, что она очень-очень яркая. И думаю, в сочетании, если я посажу вместе с календулой, и календула чуть выше на 5 сантиметров, и вот этот космос, они будут смотреться и дополнять друг другу очень хорошо. Раньше были, помню, космея высокорослая, разноцветная. Вот эта ярко-розовая, бледно-розовая, белая. Но вот сейчас уже появились достаточно такие интересные сорта. Также морковку. Выбрала для себя вот такую каролину. Никогда не сажала. Понравилась она мне формой. Это сортотип курода шантане. Так, что написано? Форма корнеплодов очень однородная. Устойчива к стрелкованию. Вот попробуем. Масса 150-220 грамм. И выбрала, ну, не зря выбрала, я не знаю, хочу очень попробовать, атакую серию чудо-морковь на антикризистофлай. Чем она меня заинтересовала? Заинтересовала меня тем, что производитель заявил, что она не поражается морковной мухой. В этом году, и, наверное, из-за жары, атаковала морковная муха. Ну, естественно, поборолась я с ней, все у меня получилось. Но меня вот почему-то заинтересовала вот эта морковка и все лаше я целых два пакета. Вот это вот мой такой небольшой заказ. Сейчас я покажу, что выбрала я для соседки. Вот такую тыкву-россиянка. Пузатая осеннее чудо из сказки. Такая до 4 килограмм. Помидор Елена. Это дружная отдача урожая даже в холодное дождливое лето. То есть она такая детерминатная всепогодный гибрид массой 90-100 грамм. То есть такая томат Елена. Перец сладкий кипарис. На картинке он такой мелковатый, но заявлено, что он крупноплодный. кипарис гибрид. Перец сладкий и вето. Тоже он как очень урожайный ранний гибрид с плодами исключительно сладкого вкуса. Массой 100-140 грамм. Ну, всеми любимый кабачок Кавили. Выбрала такие вот морковки Корона. Превосходный высокоурожайный гибрид, обладающий высоким вкусовыми качествами и устойчивостью к растрескиванию корнеплода идеальной цилиндрической формы с тупым кончиком. Сортотип Нанская. Длиной 7-20 сантиметров. Так, идеально для приготовления свежевыдержитых соков и детского питания. Ну, то есть я так понимаю, что это морковь не для хранения. Два пакетика. Морковка Мадонна. Средний ранний гибрид из уральской селекции моркови. Корнеплод конической формы с тупым концом. Длина около 15 сантиметров. Сердцевины практически нет. Мякоть ярко-оранжевая. Очень вкусная. Универсального назначения. Содержание каротина очень высокое. Вот такая морковка Мадонна. Ну, и вот также этот же Нантик Резистофлай, который не поражается морковной мухой. Сейчас мы посмотрим, что из цветочков. Из цветов. Вот такая статица Тихий океан. Яркий набор в этом сезоне. Я сажала. Очень понравилось. Но, правда, я не сеяла семенами. Мне дала моя соседка жиросаду. Понравилось. Очень хороший. Сальвия Фараут. Цветочный набор. Что я про сальвию хочу сказать. Я в садах России не заказывала никогда сальвиза. Всегда заказывала в интернет-магазинах профессиональных семян соло. В прошлом сезоне я заказывала три разных расцветки. Но из-за жаркого лета, наверное, они не были такие, как всегда. И мне не очень понравился белый цвет. Не знаю почему. Такой вот сиреневый, самый красивый. Львиный зеф в Снеппи Орхидея. Сажала в прошлом году. Эффектный, стойкий, красивый, компактный и очень-очень яркий. Вот про это могу сказать, что хорошее. Лабелия. Каскад красный. Тоже в прошлом сезоне заказывала. Но именно из-за красного цвета. Но красного цвета эта лабелия не показала. Была она такого темно-розового цвета. Лабулярия. Пасхальная шляпка. Пастельный меланж. То есть это смесь. Нежная и выносливая скромница. Сажала. Вот люблю я лабулярию. То есть лабулярию, да. Но вот эта вот весна и половина лета поражение этой крестоцветной бложкой. Это просто какое-то сумасшествие. Поэтому на следующий год я, наверное, откажусь. Не буду сажать. Хотя, ну, не зарекаюсь. Вот. Возможно, посажу. Гайлардия. Плюмаш красная. Это пламенные яркие шарики. Я так понимаю, что она низкорослая. Да, всего 25 сантиметров. Ну, не сажал. Не знаю. Посмотрим, что у нее получится. Газаньи. Красное кольцо. О, цветок, влюбленный в солнце. Это действительно так. Очень люблю Гацанию. Себе тоже заказала. Разные расцветки. Ну, красная такая. Очень даже эффектно смотрится. Вербена. Очень люблю вербену. И вот здесь заказ был на две расцветки. Это снежная орхидея и наваждение бордовое. Ну, что. Посмотрим, что получится. Я все равно увижу, потому что она живет рядом. Мы с ней всегда ходим друг к другу. И видим, что у кого как растет, цветет. Бархатцы Дискавери Желтые. Настоящий фаворит садоводов, любителей и профессионалов. Тоже, я так понимаю, заявлен как низкорослая. Да, всего 25 сантиметров. Посмотрите, какие набивные шапки. Люблю такие бархатцы. У меня еще есть свои семена. Бархатцы Кармен. Ну, это классика. Низкорослые. Очень яркие, красивые. Барвинок Бургунти Халло. В прошлом году я в садов России заказывала барвинок Красная Винка. И что я хочу сказать. Шикарный, цвел. Но барвинок это Катарантус. Мне понравился. Бакопа. Голубой топаз тоже сажал от садов России в прошлом сезоне. Пышное, легкое, воздушное, голубое облако. Понравилась цвела. В принципе, она неплохо. Но из-за того, что был очень жаркий год, она не любит засухи. Ее нужно поливать. Поливать она такой водохлеб. Наверное, на следующий сезон немножко обожду. И не буду сажать пока. Арктотис. Набор Орликин. Веселый летний переполох. Ну, красивые цветочки, что сказать. Мне напоминают герберу. Но если будут цвести 35 сантиметров высотой, я думаю, что будет смотреться неплохо на какой-то альпийской горке. Я так понимаю, что вот этот цветочек, он не любит залива воды. Я, по-моему, про него где-то читала. И сейчас по нашим любимым петуниям. Что выбрано? Петуния Афродита лососевая. Очень красивый виток. Крупный. С гофрированным краем. Это кустовая. Петуния превосходнейшая. Белая. Гигантские цветы. Необычные окраски. С волнистым бахромчатым краем. Ну, что я хочу про эту петунию сказать. Раньше я их сажал. Действительно огромные. Чуть не изблются цветы. Но у них есть большое-большое «но». Если пройдет дождь, то все. Они уже не восстанавливаются. То есть, либо прятать где-то под какой-то навес. Либо где-то защищать от дождя и ветра. А так, в принципе, и красивый виток. Петуния Дримс Бургундия. Очень люблю такие оттенки. Богатейшая гамма красок. Чистота и насыщенность оттенков. Красавица. Петуния Канкан Бургунди. Тоже раньше сажала. Безудержный задор веселого кадрильного танца Канкан. Ну, такие необычные расцветки. Но она тут все-таки заказала такие более кустовые петуни. Петуния Дедди Голубая. Очень люблю петунии с жилками. Петуния Галактика Красная. Ну, Галактику Красную я раньше сажала, когда сажала кустовые петунии. Ну, я сажаю, но сейчас в очень маленьком количестве. Я покупаю профессиональные семена и сажаю только ампельную или каскадную. Ну, есть у меня, конечно, и кустовая в некоторых местах. Очень хорошая серия Галактика. Очень крупные, яркие. Мне очень нравится. Ну, это тоже превосходнейший. Тоже бордовая. Очень яркая. Ну, вот я говорю, от дождя очень страдает. Петуния ампельная, карминная. Ну, вот это вот, конечно, да, мощные, не спадающие до метра побеги с россыпью ярких светящихся цветков. Ну, вот это вот будет, наверное, шикарное. Правда, от садов России я петуния ампельная не брала. Ну, вот заодно и посмотрим, что получится. Вот такая у меня сегодня куча разноцветных пакетиков. Познакомила я вас с своей распаковочкой. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно найти новых друзей, увлекающихся также цветами, огородом. Ждем других видео. Обязательно сниму что-нибудь интересненькое. Ну, а теперь до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok